Они воспровожают только тревожные и неуверенные взгляды сумасшедших, наконец-то доходят из них кабинета, заваленного рукописью и извращенными орудиями анимансия. Выкладываете свои огромные руки на большой механизм, гнездо сферы катушек в центре комнаты, приступаете к работе, изгибая провода и сбивая настройки. Окружающая обстановка протягивается мимо вас, или возможно вас протягивают мимо нее, и все вокруг размывается. Когда все опять замирает, вы уже на улице в ясно-солнечный день перед толпой, которая заполняет ярусы амфитеатра. Вы выступаете для них, нарочито замерли, но это не спектакль. Лосеющий мужчина с крысиным лицом привязывает вас к механизму, тому самому, который вы пытались испортить. Вы видите свои руки, короткие и упитанные. Они, вне всякого сомнения, принадлежат маленькой девочке. Но тело не вполне ваше, разум сохраняет ту же целеустремленность, ту же безжалостность, что и раньше. Само тело холодное и пустое, в отличие от других. В этом теле нет собственной души. Лосеющий мужчина подговорит, и толпа рукоплечится энтузиазмом, достойным встречей героя. Узрите, говорит он, натянет за рычаг. Механизм дрожит, искрит, и по лбу мужчину стекает стройка кота. Он осторожный столб, быстро сменяется трепетом, когда... Трови будет больше, чем думаешь. Туманом, освещающим вести ад. Он открывает клапан, сиянием медленно и движется под руки вдоль медного провода, который подключен к электродам у вас в подмышках. Вы ничего не чувствуете, когда оно вас достигает. Так и должно быть, поскольку вы периодически сбиваете работу мужчины, изменяя записи и настройки, и играя роль кухловода для посторожденных. Вы делаете вид, будто в теле действительно появилась душа. Через мгновение механизм темнеет. Мужчина вас от... шарлатан, короче. Мужчина вас отвязывает, разглядываясь с беспокойством ученого. Поворачивается в толпе, скричит, смотрите, но в его голосе очевидны сомнения. Вы медленно делаете шаг вперед, затем еще один, а затем устанавливается с ним зрительный контакт, на что не способен ни один посторожденный толпа, а это. Мужчина успокаивается, он громко, чтобы слышали зрители, спрашивает, «Как ты себя чувствуешь?» И вот теперь наступает этот момент. Вы кричите так пронзительно, сколько хватает сил, мужчина приближается к вам с раскрытыми руками, но вы убегаете его обратно к механизму. Со всей силы врезаетесь головой в кристальную сферу, и она разбивается, ваша голова заливается теплой кровью. Вы вновь и вновь бьете головой по механизму, вызывая крики ужаса в толпе. К тому времени, когда мужчина прибегает к вам, потому что тело уже перестает работать ненышащим образом и только подергивается на холодном полу, он удовлетворяется результатом, вы покидаете труп в поисках другого, ничего не подозревающего тела. А кто это вообще? И кто теперь поверит в анимансию? Так, стоп! Что это было? Есть какой-то чувак, который способен усиляться в тела других людей, подавлять их души и действовать по своему разумению, насколько я понял. Он это использовал для того, чтобы дискредитировать замечательную науку анимансию. Это пекарь. О, мистер Мэттлес. Привет. Вы опять вырваны из окружающей обстановки? Думаю, это писали эксперимент АЗО, который он готовил. Ага. Похоже, это эксперимент убитого тобой профессора, после которого его понизили. Угу. Ну да, похоже на то. Наконец, вы оказываетесь в комнате, которую уже видели раньше, большой, с высоким механизмом, окружающим адровый монолит. Комната заполнена, все присутствующие смотрят на устройство. Что-то резким рывком возвращает вас в реальность. Неподвижный ранее мальчик в камере уже осмысленно смотрит прямо на вас, оценивая, обдумывая. Теперь нет никакого сомнения, что в этой присвоенной оболочке заключена душа Таоса из Арканона, человека, которого вы искали. Еее. Хранитель? Так. Ты сделал меня хранителем, нужно, чтобы ты это исправил. What? Мы уже раньше встречались, мне нужны ответы. Не просто хранитель, а тот, кто переломает твои маленькие хрупкие ножки, если ты сделаешь точность. Нет. Мне нужны кое-какие ответы, я нихрена не понимаю. Правда? Он не пытается скрыть свое безразличие, но продолжает изучать ваши глаза. Он тихо кряхтит, его взгляд смягчается на мгновение, и в это мгновение кажется, что он вас узнает. Он открывает рот, что-то сказать на похожее, передумывает и сжимает челюсть. Я знаю этот взгляд. Ты голоден. Ты жаждешь ответов, которые от тебя ускользают. Голод не дает покоя твоей душе. Голод завладевает всем твоим существованием. Ты ничем не отличаешься от всех остальных. Саботируйте, не маньте, чтобы они подумали плохо, когда на самом деле у них есть все шансы вылечить посторожденных. Кто-то не хочет, чтобы проклятие посторожденных вылечить и бросить тень на всевозможные пути лечения. Ясно. Я помогу тебе забыть о прошлом. Он отступает назад с удивительным изяществом, уходя из зоны досягаемости. На его лице нет злобы, а только бесстрастия фермера, который закалывает больное животное. Затем он внезапно бросается вперед. Воу! Ой, сейчас в лечебке начнется сумасшедший дом. Че ты машешь-то руками? Нет. Две 500 опыта, во-первых. Это раз. Помешанные пациенты. Ну, это мясо. Все это... Это все мясо. Никаких резистов ни черта нет. Мне же контролировать не надо. Ну, я могу, конечно, тут скастовать вот какое-нибудь вот такое вот заклинание. Замечательно. Раз. А можно потом еще раз скастовать, как бы берг в порядке. Но они не пробивают. О, стой. Кстати, мог апнуть пушку. 13 из 13. Есть. Ну, не. Убить 13 человек. А что дали-то? Повысилось качество. Защита от ослепления и ошеломления плюс 50. Хорошо. Вот на самом деле стойку пушка не нужна как на урон. А вот на доп. Защита это прям топчик. Ослепление и ошеломления. Хотя ослепление и ошеломления они дают же дебаф и не выводят из строя. Он может кастовать, просто делает это менее эффективно. В атакующем смысле имеется в виду. Сумасшедший дом какой-то, а, надеюсь, тут не этот. Что же ребята так? Слушайте, давайте я действительно стойку буду прокачивать. Правда, это не человек, это носитель. Эй, во-во-во-во. Хватит в носу ковыряться. Вообще, стойк может вот так сделать. Раз. И все. Какие они молодые, такие. Шансов нет. Держитесь. Там с двуруча прилетает АОЕшки. Грови будет больше, чем думаешь. Можно взять нас с собой. Вихты. Ваншот просто. Приходит такой. Жизни у них маловато. Ничего, ничего. Не пробивает. Стойка не пробивает. Ну так. Четыре урона там прошло. Странно, почему я не пошел этой подругой моей. А чем, почему она сама не пошла вперед? На... Ну, в атаку имеется ввиду. Тут три отмычки. Проходим, смотрим, что да как. Открываем дверь. О! Пока никто не видит. Собираем немного денег и заклинаний. Хотя это копейки по сравнению с... нашим... запасом. Крики на заднем плане. Так, 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 так. Ну, давайте в главное здание выйдем. Сейчас будет вообще мяса много. Насколько... Опять же, это не люди. Это... Это носители. Не должно работать. Ну, сейчас я одного точно стойком убил. Да, 0 из 13. Мне нужны исключительно люди. Может зайти в какой-нибудь бедный квартал. Или, например, в этот публичный дом. И там устроить какую-нибудь по-ножовщину. Ну... отыграем нормально, адекватно роль. Священник приходит избавлять этот мир от греха. Вот. Сначала апнет характеристики, естественно. А потом... Ну, потом решит проблему. А, там 13 людей или мобов. Или... 60... А, или... На врагов. Я понял тебя. Держитесь. Что там? Я валю отсюда. Здесь слишком... Стало слишком опасно. Да нормально все. Я... Я за порядок и мир. Трупов 20 сейчас только что-то появилось. Не знаю, как так получилось. Это все... Все это душа шальная. А там шальная. Что за чертовщина произошла там снизу? Тебе было позволено только задавать вопросы. Все было под контролем, пока я не убил шпиона свинцового ключа, после чего он превратился в конструктор из плоти. Я читал о людях, которые были способны на то, что ты описал. Сведения не многочисленные и отрывочные, а достоверных и вовсе нет. Некоторые даже предполагают, что ты один и тот же человек. Если бы он действительно был среди нас и замышлял в нашу гибель, ох, будь у меня тепло, я бы смог помочь в такое трудное время. Боюсь того, что будущее готовит... Боюсь того, что будущее готовит этому учреждению. Благодарю, что устранил опасность... 20 человек. Всех пациентов минус. Благодарю, говорит, что устранил опасность до того, как пострадали невинные. Никто не пострадал. А у нас чуть не случился еще один скандал. Не-не, никто ничего не заметил. А что насчет АЗО? Какой из его экспериментов сыграл роль в патастрофе? Я обличил его. Мне пришлось его убить. Какая потеря? Он был самым одаренным из тех, кто здесь работал. Со временем я надеялся восстановить его репутацию, но порой идеи просто вытесняют из разума терпения. Я бы попросил более подробную информацию об этом деле, но, по правде говоря, оказал этому заведению услугу. Как мне вот с рук все сходит вообще. Если бы о его прегрешениях узнала общественность, возникла бы ужасная шумиха. Поверь... Кстати, надо за... как за дверь выйду, сразу девчонки с угла... расскажу о том, что здесь произошло. Поверить ему во второй раз было бы недальновидно с моей стороны. Уверен, что... уверен, ты проявишь большую осторожность в будущих расследованиях. Конечно. Есть новости? А, до свидания. Закрыт квест. Надо Лиди Веп сообщить. Однер, ты как? До свидания. Блин, тут столько людей. Охранник, Вернер. Псионик стоит какой-то. Может, невзначай украдем чего-нибудь? Ладно, не будем. Слишком много крупных для этого дома. Проехали. Ей не рассказать, к сожалению. Долг и дух. Долг и дух. Возвращаемся к Коперлейн. Леди Веп или она здесь, в лево-нижнем углу? Она либо здесь, либо там наверху? Не помню. А, у разных валют, разных курсов, так что 30 золотых это не так мало. Понятно. Говори и убирайся. Крови будет больше, чем думаешь. Я думаю, что это вот внизу. Она же Брэкинг Бори была, правильно? Держитесь. Что? Что за машину, которая души забирала, кстати. Я дрови будет больше, чем думаешь Сейчас проверим сначала здесь Бостон, привет Это последняя вообще запись в основной части квеста То есть, скорее всего, я должен просто ей рассказать о том, что О том, что знаю Но уже зарепортили, поскольку Скорее всего, это связано с изменением в API И там, скорее всего, именно на моем канале какая-то Там неправильные ключи, короче говоря Ваши никчемные жизни закончатся здесь Это не будет быстро смерти Во, у меня есть свидетельство о деятельности солнцового ключа Да, давай послушаем Я нашел Тааса в лечебнице Брэкенбурри Он выдавал себя за пациента и пытался настроить общественное мнение против понимания Говори прямо Ее проявят две линии, нарисованные на сухой обе сна Вы не можете понимать Ты снова меня побеспокоил Уголок ее рта приподнимается Наверное, он в ярости Я так понимаю, он тебе не помог, как ты надеялся Что ж, не унывай Если повезет, он закончит свои дела и разыщит тебя снова Пусть и для того, чтобы убить во сне Твои новости, конечно, понятны Заниматься вниманием, значит, пытаться разгадать тайны Баку Это не первое выступление свинцового ключа против нее Но если это связано с другими их планами Возможно, мы наткнулись на что-то более значительных мастеров На что-то значительно больших мастеров План свинцового ключа теперь очевиден Они использовали ангитамскую технологию для создания наследия Вайдена Слушаем внимательно И они хотят, чтобы в нем обвинили анимансию В это самое время герцог проводит слушание во дворце Он выслушивает доводы Зая против анимансии В конце он должен выдвинуть решение о ее запрете Похоже, свинцовый ключ уже довольно давно поталкивает Дирвуд к этому пути Я думаю, что все мы заслуживаем поощрения Лично я с удовольствием посмотрю, как их маленький заговор будет раскрыт в последний момент Наш герцог должен услышать то, что ты знаешь К сожалению, слушание проводится в закрытом режиме Герцог будет недоступен, пока они не закончатся Тем не менее, на слушание приглашены определенные группы Ты можешь выступить в составе одной из них Если ты не слишком горд, чтобы уходить в руководство Делегации отправляют рецари горны Дюжины и дом доменелов Кажется, мы их вырезали Если получишь поддержку одной из этих групп Это будет лучшим способом попасть на слушание Смотри, что сможешь сделать Хочу обсудить слушание Лилаур, дошар! Я хотел использовать эту возможность только в крайнем случае Если ты придешь с одной из трех групп, ты будешь иметь авторитет Если ты придешь самостоятельно в качестве представителя данный троуд Тебе никто не будет доверять Похоже, наша организация имеет неважную репутацию Мы слишком глубоким Докучливы и манипулятивны Кто бы мог подумать, да? Лучше будет, если правая рука данный троуд Не будет видна Как же ты меня раздражаешь! Так, теперь нам нужно выбрать, получается, сторону, да? Чтобы я пустил на слушание по анимансии И мне должна поручиться одна из трех главных сторон наслушанных рыцарей Желк Хелес? Я не хочу говорить! Ну что еще? Ты пошел посмотреть, да, я пошел Наконец-то я пошел посмотреть, кусту Прокачавшись до 12 левела, увы, парочку драконов Ты снова меня побеспокоил! Я пошел посмотреть, кусту Что мне больше нравится? Как же ты меня раздражаешь! Иди, анимай! Конечно! Возможно, взять... Ночной певец Лилалур! За шарф! Я понимаю, что что это делать? Просто я думаю, что он не смогут... Ну что еще?! И он оптимист, натолкни, пожалуйста А, по-моему, репутацию Ты снова меня побеспокоил! Хорошая штука Репутация Рыцарь Горн На союзник Док доменела в кошмар, да? Они тебя вырежут Осталось и герой Жизнь – разведка или ничего Большая херобь, большая красота Большая херобь Жанг Хлэс? Подруга там еще свою роль сыграет Как же ты меня раздражаешь! И это значит, что мы должны идти в... Да, это же республика Воздюжный ты уже брал у Острика в Каперлейне В общем, он финальный рыцарь Горн Кручу в родину Ночной певец! Дай мне сил! Олджа! Такого из паукообразных на 12 сублевых бесконечных нет Короче, на паладин И так, если мы говорим о рыцарях Горна То есть это первая Ты можешь прервать Вот это Первая Вот Первая А тебе некому квест давать? Ты их тоже... Ты же их вырезал Так я не... Не рыцарей Горна вырезал Я вырезал Этих Дом Тарбокса То есть это Багистов МНЛ Созывается Этих то я не вырезал еще Я тут даже не был Квест Дюжин Тебе еще позволит Раньше попасть в ту подземелье Которому нужно Все 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 Хватит Хватит спойлеров Хватит Все Так легко перешагнуть эту брань Что привело в крепость Юстициар Алдмар Каждый день поток Из отдаленных районов Бухты непокорности Все увеличивается Не дает нам Скучать на дежурстве Похоже Ты тут недавно Кто ты? Солдаты Зрисы Регорные Горжусь этим Я поддерживаю Чувствую себя отлично Я поддерживаю Порядок в крепости Чтобы командор Клайвер Мог заняться Более важными делами Я командором Ну бас Добрый вечер ТECNO Опачки Я удачно зашел Им повезло со мной Новая запись дневнике рыцаря-разбойника Острика выгнали из рядов рыцаря Горна Из-за его соратника Пенхельма Потому что вот Его начальство отобрало его нагрудник Попросил забрать нагрудник Я только что его взял Кажется Где-то в крепости Горна Да Нашел характеристику, подтверждающую родословную На ней стоит подпись Карина Сайфера, изданная на троу Так вот Неожиданно взял и выполнил какой-то квест Указ об аресте Айорна, чьи недавние действия привели к смерти рыцаря Горна Ладно Рассматриваемся А у них тут прикольно И очень повезло С тем, что я выбрал их сторону Утром просыпаются Утром просыпаются Ни оружия, ни одежды Ничего нет Деньги все потырены Долго дала вы лапы, но я думаю, да Половинка еще Привет Дэнстан У такого меча У него есть специальная рукоятка Было бы жалко крепить к нему что-то другое К тому же он будет сбалансирован Лучше всего, если собрать его из первоначальных частей Найди остальные, я берегую Ааааа Аааа Аааа Болин О, привал Берегать 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 Следующий Берегать Не знаю, как Правильнее Кошись Это вроде Осторожность Констант Это Как качество человеческое Наверное Все-таки Какое-то Вот Породновешенное Как-то в связке сказать Черт его знает Оijn О, вроде Головное здание Почти Алтарь, что ли? Символ Абидона Огромный кузнечный молот на фоне шестеренки Он полирован маслом до блеска Хорошо О, командор! У нас просто не хватает людей Беженцы со всех уголков Дирвуда Всех из их Дюжины настраивают против анимансии С такими темпами нам нужно будет Два раза больше солдат для патрулирования бухты непокорности Да, чем я им могу помочь? Так, я так понимаю Рыцарь Горна присутствует на слушании По делу анимансии во дворце Конечно Герцог Эвар рассчитывает на наш мудрый совет И защиту Думаю, от того, как мы решим этот вопрос Во многом будет зависеть будущее города и страны Мне нужна аудиенция у герцога Я бы хотел попасть на слушание Если ты хочешь, чтобы я оказал тебе услугу Будь готов отплатить мне тем же К тому же, в последнее время у меня проблемы с личным составом Изи! Мне как раз нужно 14 людей убить Так Замок Флотобоя Верховный судья отозвал почти половину моих новобранцев Еще больше из царов Крепость на другой стороне Нового Хеомара В глазах мелькает досада Не мне судите приказах Верховного судья Но у нас теперь не хватает людей И попомни мои слова Еще пара искр И начнется анархия Умный Ой Злой Крайне незначительно отрицательный Крайне незначительно иррациональный О нет, это как-то провоцирует Держитесь! Ладно Чем-то помочь? Я могу постоять за себя Всегда приятно встретить кого-то, кто готов решить проблему А не жаловаться на нее Кузнец Данстон работает с ученым-анимансером Чтобы создать кованых рыцарей Воинов, которые смогут патрулировать наши улицы Человекоподобный робот его границ напоминает Без устали, сомнений и страха Если какой-то подстрекатель кинет в них камень Нам не нужно беспокоиться, что ситуация выйдет из-под контроля Он собрал доспех, но нам нужны исследования ученого К сожалению, когда к ней последние пару раз приходили мои новобранцы Они ее не застали Виана живет с остальными, прости господи, писарями в Каперлейне Но мне некого сейчас послать к ней Сходи в келье писарей и найди ее Возьми результаты исследований, принеси их Данстану Это все равно его специальность В большинстве республик к анимансии относятся терпимо Но некоторые ваэльянцы предпочитают проводить свои исследования в бухте непокорности Надеюсь, ее не изгнали из города или из чего похоже Когда отнесешь ему результаты исследований, он сможет продавать тебе любое оружие и доспехи, которые тебе понадобятся Он делает и чинит все наше окошение лучшего кузнеца во всей бухте непокорности и найдет Я слушаю Лилоруков, Даша! Все могут быть полезны Крови будет больше, чем... По поводу этого приглашения послушаю До свидания Итак, сделано на совесть найти кельи писарей в Каперлейне Слово писари мы будем использовать довольно часто в предстоящие минут 15 Так что готовьтесь, писари Так Бейконери ГГ А, хотя нет, подожди Может быть и нет Я не знаю, как там Что с сверхмелким донатом на Пейпале Вообще Мы перешли у Пейпала на систему, когда не фикс плюс процент, а просто процент Для микроплатежей это значительно выгоднее Потому что когда человек донатит на 30 рублей, это на 15 Как бы, оп, сразу проблема Итак Итак, и сяк Затворница дома Хадрета Нет Сделано на совесть Говорю, крови будет Грианна Каперлейн Туплю, так вообще В заголовке написано Каперлейн Держитесь Крови будет Чмурец Ригорна круче Изгидика Без путей Продажа шмота Да Ну, я не уверен, что стоит возвращаться Бесконечные пути В поисках этого, блин Навершия для КНК Потому что 15 путей пройти Ну ладно, 15 Скажем, 12 Ну или в среднем 6 Если посередине Кельеписарей Заходим Элая, что там Приветствует А, ты воспользовался Этой Замечательной функцией Поприветствовать всех Очень удобная функция Выбираешь список Из всех пользователей Выбираешь Нужные никнеймы На каждом тыкаешь А, господи Тут же Тут же реально Никого нет Я ищу Виану Виану мне нравится Она все время говорит О железных людях Это странно Ведь она точно Не ест А, это Нарики Я всех переубивал Так о чем я? Ее сейчас нет Отправилась В Дар Ондры На встречу с подругой Бессией Нет, Клессией Да точно, Клей Клессией Ее так зовут Из Дара Ондры Они встретятся в доме Они в лодке Дом на севере Пустой дом В Даре Ондры Много лодок Надо как-то пойти Поплавать на них Наркоман Он сияет В улыбке Кивает Ты писарь? Да, я писарь Я читаю книги Я пишу книги Я даже как-то съел книгу Но только потому Что та была похожа На сладкий пирог Или это был пирог В виде книги До сих пор интересно Была уже эта фраза Пять трансляций назад Больше Очень удобно Спасибо за фичок Кликай Сколько влезет Клики на бутербург Пока бесплатно Так Пам-пам-пам-пам Там был заброшенный дом Я туда заходил Там никого не было Видимо он Как раз и был сделан Для тайных встреч Двух Женщин Держитесь Клинг говорит Я отвлекся Что там с писарином Все нормально Блай говорит Блин, когда он уже ее пройдет Блай Ну как так? Я слушаю Пока что Ему еще долго Не спойлерите пацаны Облайчику привет Так Опять Нарик Не тот дом Который мы ищем Я Человек Слова А, да На втором третьем лавеле Здесь была Комната со статуей Которую Я не смог открыть Возможно там Да, по сути Это была единственная комната Которую я не зашел Хочу увидеть следующее Говорю Darkest Dungeon NG+, Сборка от Фомби Заброшенный дом Нарике А, вот еще Заброшенный дом На севере Правильно Я же иду В Дарондры Дарондры Ну, опа Чуть не пропустил Ребята Там схрон Бабло И Доза Три дозы Ля-ля-ля-ля Додвина Додвина Там Два Бабло Что там? Я положу этому конец Кто такие? Бах, сразу на 89 Всем стоять, всем лежать Заходит Работает ОМОН Бах, легли Лицом На землю И расстреливаем Да, там 2 оленя было Ну не оленя, а косы 5-5-8 единиц опыта Лицо Вианы все в синихах А в широко распахнутых глазах Потрясение смешалось с облегчением Я не знаю, кто ты, но спасибо Прерывистые дыхания сопровождают каждое слово Я уверен, что они собрались меня убить А на северном Ваши никчемные жизни закончатся здесь Давай выбираться отсюда На близок рассеченную губу Командор Клавин и зрители Горна ждет результат Моего исследования Конечно, ты и так уже многое для меня сделал Но может, отнесешь ему это Я держала все при себе Чтобы оно не попало не в те руки Но видишь, что из этого вышло Она кивает на труп Додвы Додвиды Она отобрала их у меня, когда я пришла На глубоко вздыхать В любом случае, не жди меня Я сама могу выбраться отсюда Нормально Полутаем Мы задержимся О, уникальный доспех Вы вроде бы как Арубрекер Вычет так Скорость так Перемещение Единичка Отплание дальней Десятка Результаты исследований Прилагаются 525 Так, почему не работает Скрольчик О, как-то странно Медленно он теперь работает Когда пикомод пофиксит А че фиксит-то? Он выключен просто По имя любви к деньгам Я слушаю Я слушаю Пофиксит Буря всегда лучше Затяжья Ха Куда бы не забывались Буря крови будет больше, чем думаешь Я не знаю Мы как-то жили без пикомодов Четыре лет Наверное, проживем еще неделю Возвращаемся Возвращаемся Рассказываем про то, что все нормально Вот исследовали Пообращайтесь Посмотрим, что это его кузнеца Молодца Бесконечные пути, конечно За этой хренью Нужно было Боюсь, там нужен канн Для того, чтобы тут дверь открыть Чего у тебя прем не пашет Зарепорчено Паше Ну, скорее всего Это связано с тем, что Евгений Провел работы с API В2, которая По переносу Или там По чему-то еще Учитывая то, что у меня канал такой Что ID канала 1 Короче, там полная неразбериха Из-за того, что Канал был создан давно И там костыль нужно сделать Для того, чтобы Короче, ID плеера 6 ID канала 5 И Из обеи О, у меня и заметки Вианы есть Хорошо, передай их Дан с того, как можно быстрее Когда закончишь Для тебя найдется работа Блин Ну, хотя Квыстры достаточно простые Пришел, увидел И убил Псюмаря Позел работать Будет тебе не рисовать Блэ активировал Премиум на ваш канал Блэ Блэ Ой Ваши никчемные жизни Закончатся здесь Спасибо за это Ваши никчемные жизни Закончатся здесь Я не скажу Сегодня заработаю Так Отдаем результаты Исследование Косарик Экспы Как бы то ни было Это Клайвер и искал Раз ты это нашел То, наверное, нужно приступить К работе Потому что не очень рад Не рад И, честно говоря, я удивлен Что ты так спокоен Я уже говорил Клайверу Что пытаться использовать душ Таким образом Это ошибка Это преступление Против богов Но Оно обязательно Принесет нам Больше Неприятностей Чем предотвратит Но Клайвер дал мне приказ Мне нужно сделать В любом случае Клайвер Сказал мне Продавать тебе Любое оружие На спете Какое захочешь Лучшие товары Нигде будет Поворачиваться Теперь пора посмотреть Стоило ли Этого лянка Всей этой крови И меди Он берет Отполированный нагрудник Приступает к работе Будь я проклян Честно говоря Даже не ожидал Что получится так хорошо Он вытирает пот со лба Вернемся к делу Клайвер закончат Чтобы я закончил Остальные А еще похоже У нее есть задание Для тебя Покажи что продаешь Белая иглаза 9К Двуручное оружие Буран Три штуки Ваша никчемная жизнь Закончится здесь Вы не могут О Панцирь Хороший По защите Прям Хороший Я думаю Стоит Лучшее качество Помнишь Как и приказано Что он Покажет Говори и умирайся Освященный Замеря Выставлен Выностое Не тот уровень Не тот О Это же Пенхель Доспехи молодого набранца Недавно Недавно Начищены Его волосы Вымыты И аккуратно Уложены Сложно поверить Что он хоть раз Самоуважение И не будешь С ним связываться Ни с кем-нибудь С его новых друзей В зале экспедиции Если на то пошло Они все жулики И воры Что у вас случилось Это его нагрудник На тебя Эксплант Уже не его Посмотрим Если будет С доспехами Он перешел Рыцарем Горда Когда Острик Ушел со службы Теперь он мой И он не продается Если бы это не интересует Не каждый день Найдешь доспехи Которые используют В своем его восстании Он говорит Что твоя характеристика Подделка Я разделю твой мир И что он об этом может знать Ему очень удобно Клеветать С какой-то родословной С такой-то родословной В рядах рыцарей Он скрещивает руки И вновь он скрещивает на вас Это ложь, конечно Что у вас случилось? Да, я знаю У него были странные идеи Но на них долго Не обращали внимания Потому что у него Смебова Длинная история Службы в рядах рыцарей Горда Он хмурится И скрещивает руки Опять второй раз И вот однажды Он зашел слишком далеко У него хотела наглость И заявить, что мы отошлись Слишком далеко от наших корней И что некоторые наши офицеры Стали напоминать Айдирскую знать Он трет пятнышко На наручи Шелковым платком Дай ему волю Он бы заставил нас всех Ходить в грубых рубахах И стражаться Кузнечными молотами Я просто сообщил О его заявлениях Эта история Сделали рыцари Такими, какие они сейчас есть Нельзя просто отбрасывать Что толку Предаваться воспоминаниям Мы переросли Это прошлое Он машет блестящей рукавицей И нам нужно просто Двигаться дальше Хватит До свидания Рыцар-разбойник Новая запись в дневнике Рыцар-разбойник Присвоит доспех У меня его характеристика Карен Сайфер Подписавший характеристику Работает в доме Хаадрета Брэкенбурри Подлинная или нет Можно закрыть этот квест Брэкенбурри Брэкенбурри Пойдем сейчас новое задание Возьмем У У командора Найти характеристику В крепости Горна Вот Ооо Этот мне нравится Ну конечно Ваша стройность Что угодно Для такой величественной госпожи С какого говорите Дома вы происходите Прошу Не говорите Дуорн Так По поводу приглашения На слушание по делу анимансеров Он опять смотрит на свою карту Я ценю твою помощь в получении работ С пакованным рыцарем Но мне нужно чтобы планы были Доставлены курьеру верховного судья Боюсь я могу больше чем заняться Пока это не будет сделано Я скопировал результаты исследования Вианы И верховный судья отправил Пошлиного в комплекс Анслойга Чтобы забрать копию Я там был кстати Дюжины слишком разбушевались И поскольку не может приехать Бух на непохожность А после похищения Вианы Вианы предполагают Что им известны наши планы Он показывает на воспользовании Мои последние франиты Поэтому не отправляют тебя Чтоб ты доставил материалы Дюжины тебя не знают Пока что Ты точно хочешь Светить под каверные игры С другой стороны Если мы согласились Мы не взяли Один глазковый выслеживание Честный три Но после этого Я думаю Они узнают О твоей связи с нами И их отравнивать Мои волки Должно быть вне темы Он фыркает Они пытаются Расширить свое смейное предприятие И зляться Что мы им мешаем Мне нужен кто-то Кому я могу доверять Будь сделан Тут хитрое заклятие Несколько Дела шли довольно гладко Пока пара негодяев Не затащила меня в драк Но я лишь пытаюсь Быть осторожным И рассчитывать все наперед И поэтому я сказал Этому болвану Джину Надзиму Предо... Как можешь видеть Я опять жил Никаких ям Демонических сетей Денья Но я лишен Своего бывшего могущества Вынужден сотрудничать С кучкой дышащих Извиняюсь Нормально Я не делаю себе Привычку из того Чтобы умалять других Несомненно Я еще владею Некоторыми своими силами Даже в этом Даже в этом не темном состоянии Я должен оставаться Одним из пяти самых Могущественных магов Во всех землях А если говорить о рыцаре-разбойнике То это дом Это Брэкенбурь 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 А, рыцаре-разбойник Это квест против Против Как все серьезно Ну хорошо Показывай дорогу Как же ты меня раздражаешь Нет, следующей игрой будет Darkest Dungeon NG+, Надеюсь Какой-то вариант сборки Фомби Ну тот, который дикий вообще С новыми классами Хотя может быть без ивентов Но Посмотрим Наверное Как он посоветует Так и Так и сделаем День платежа наемникам Настал Кстати, много ивентов Плащ со звездями Опять Валера Почему-то Продолжить 12 часов Будет выполнено А могу я строить Сразу несколько Сейчас уже Потому что при наведении Он уже строится Понятно Так, он ждет меня у причала Скорее всего вот здесь Вот вижу лодочку Тут были ксаурибчики Здесь уже Внутри, кажется, грибы Выполнен квест Был у Ранги Да, вот он Ты здесь Тебя послал Командор Клайвер Конечно Женщина оценивающая Смотрит на вас Через темноте Я так понимаю Ты пришел из крепости Горна Мне сказали У тебя есть Для меня кое-что Вот, возьми Отлично Я должна передать Верховную Судиду Того Она смотрит вам за спину Слышны звуки шагов Слишком поздно Готовься Вы потеряли предмет Кто там Этот смертник Раз, два, три Четыре Держитесь Подебальд Как он С таким именем живет Ты с ума сошел Собираешься поделиться С рыцарями Горна С самыми темными Секретами анимансии Он качает головой Это кощунство Использовать запертые души Как оружие И ты собираешься Подарить целую армию душ Этим Аристократишкам Он крепче хватает Топор И поднимает его Над головой Я этого не позволю Исследование должно быть Уничтожить Жена Крови будет больше Чем думаешь Монах Можно Попробуй Убейте всех Пам-пам Умм